Как питаться, если ребенок отказывается от какой-либо еды? Еда это дело, я бы сказал, оно такое оккультное. Потому что что происходит в организме в процессе пищеварения, это трудно понять. Трудно понять, как это то, что мы съедаем, становится нами. Поэтому организм саморегулируется. Но он саморегулируется только в том случае, если у него здоровая среда. Потому что если организм уже разлажен, например, ребенок уже почувствовал вкус сладкого, и вот это сладкое, оно вырабатывает зависимость. Человек всегда хочет сладкого уже, это становится доминантой. То потом полагаться на то, что его организм подскажет, куда надо двигаться в организации питания, уже нельзя, это испорчено. Там придется тогда делать очень сложные манипуляции, чтобы ребенку выправить это. Поэтому вот питание, ребенок отказывается, если все-таки у вас есть ритм в питании, и это происходит изо дня в день в одно и то же время, он ест, и в какой-то момент отказывается, ну отказывается и отказывается. Надо дождаться следующего питания. Рано или поздно это покажет, что должно быть съедено. Вот насилие в питании в принципе недопустимо. Здесь нужно знать одну вещь с точки зрения питания. Там важно не количество. Это наш материалистический век, все время считает калории, вес там. Но это абсолютно, мы же знаем примеры, когда люди вообще материю не потребляют, а живут. Они просто могут пить разведенный сок, как вот эта французская дама, которая много лет, она пьет только разведенный сок. Это уже ученые все исследовали, ничего не ест, только вот это. И ничего, она прекрасно себя чувствует, здоровый, читает лекции. Поэтому материя, она немножко здесь вторична. Поэтому вот в питании детей вы хотите, чтобы он что-то съел. Это может быть там мать, там столовая ложка. Кашу, ну не любят кашу, не привык еще. Хотя нормально дети, если с рождения плавно переходят, они потом к каше переходят. Причем из разных сортов, из разных сортов, как это, зерновых, да, чтобы там и рис был, и пшено был, и пшеница, там по дням можно их рассматривать, кто глубоко копает это, там каша, каждая каша на свой день. То тогда начинайте просто ложечкой ему давать. Ложечку кашу съешь, а потом будет тебе там, ну бутерброд с маслом. Но если вы понимаете, там хлеб у вас, хлеб там, ну хотя бы там цельное зерно в каком-то количестве должна в нем присутствовать. И потом любит он бутерброды с маслом, ну пожалуйста, бутерброд с маслом, но сначала каша. И в питании там, ну вот это насилие, если на ложку можно всегда договориться. У меня есть личный опыт там со всеми детьми, я работал классным учителем, то есть у меня там было своих 20 человек, которых надо было кормить, я с ним ел, и вот эту на ложку кашу можно со всеми договориться. А бывает, что больше и не надо. Организм получает импульс определенный, который за этим продуктом стоит, те силы, которые в него вложены. И тогда ему этого и достаточно. На ложку каши договоритесь, он съест одну, ну это же, ну для родителей, ладно, так и быть. И вы помните, что эти всякие уговоры-то, которые там в моем детстве, за маму, за папу, за дедушину, уже три ложки можно так сказать дать. А потом убираешь, он чувствует себя свободно. На следующий день он ест еще там одну ложку, а потом он вдруг почувствует, а вообще ничего, еда нормальная, можно есть. И он эту кашу ест спокойно. Если речь идет о питании, вот, например, дети там многие не любят овощи, то там, ну правда, это отдельный какой-то аспект питания. Если закончить отвечать на тот вопрос, если дети не хотят, то нужно поискать какую-то ситуацию, в которой они и смогут. Был такой фильм «Джентльмены удачи», помните, да, там детский сад сидит, никто есть не хочет. Заходит этот заведующий детским садом, исполняемый Леонг, так мы сегодня летим там на такую-то планету, надо вот это вот съесть. И ты видишь, как все 30 человек начинают быстро-быстро-быстро есть то, что там есть. Им уже не важно, что есть, важно, что мы сегодня полетим. Вот этот родители должны обладать творческой инициативой, и надо быть талантливым человеком в этой области, чтобы вот сделать все, чтобы у ребенка вот была такая добрая атмосфера, и они все-таки могли бы там есть здоровое питание, которое иногда бывает уже непривычным. Если вот вдруг вы прозрели, решили переходить, то вам понадобится много талантов, чтобы перевести ребенка на здоровое питание. Но никакого насилия не должно быть. Должно быть умение договориться, умение создать такой образ, находясь в котом, ребенок съест эту кашу. Вот.